Для практических целей, а именно вольтамперометрии, для общего электрохимического равновесия, уравнение Нернста, лучше переписать в следующем виде. Тета в этом уравнении будет равно... Оценки формальных потенциалов будут соответствовать стандартным, только вблизи pH равном нулю, что соответствует активности протонов равной единице. Следовательно, если pH раствора будет отличаться, тогда оценка формального потенциала должна быть соответствующим образом скорректирована. Для общей реакции следует, что уравнение превратится в... Ну, или можем переписать его в следующем виде. Так как формальный потенциал равен десятичный логарифм, можно выразить в виде... Тогда pH определяется на основании активности отдельного протона. С экспериментальной точки зрения, особенно в буферных средах, электрохимическое равновесие можно переписать в следующем виде. Для этого равновесия эффективный формальный потенциал в итоге получаем... Из этих уравнений получается, что при 25 градусах Цельсия формальный потенциал изменится в M, умноженное на 0,059 мВт при измерении pH на единицу. Соответственно, при сдвиге pH от стандартных условий, то есть от нуля до нейтрального раствора, когда pH равен 7, формальный потенциал изменится чуть более, чем на 400 мВт. Если в электрохимическом равновесии на один электрон будет приходиться один протон. На самом деле это очень большое изменение, учитывая размер окна потенциалов, которые используются в вольтопирометрии. Субтитры создавал DimaTorzok